Выставку полотен известных художников открыли в аэропорту Толмачёва. Пассажирам представили репродукции. Оригиналы хранятся в художественном музее Новосибирска. В ожидании рейса теперь можно увидеть лучшие образцы русского изобразительного искусства. Анна Буянова побывала в галерее Воздушной гавани. Выставка «Открой мир искусства» в аэропорту Толмачёва начинается символично. С изображения дверей художественного музея. За ними гостей города ждут работы известных мастеров – Шишкина, Айвазовского, Левицкого. Здесь у нас представлено более 60 художественных произведений из постоянной экспозиции. Работы от XVI до XX веков. Нам хотелось показать все многообразие, которое есть в нашей коллекции. Картины в холле крупнейшего за Уралом воздушного хаба репродукции. Оригиналы хранятся в художественном музее. Экспозиция же как трейлер к фильму. Краткое описание того, какие мировые произведения можно вживую посмотреть в Новосибирске. Вот, например, по поводу работы Гейла. У него есть довольно любопытная подпись. Вот даже сейчас вы можете подойти, вы видите, например, изображение с собой. На бокале? Да, на бокале. Можно подойти, посмотреть. Видите, клюв, разлаза, куча. Это ему подпись. Подпись, которую вряд ли бы кто-то с тобой поделывает. Выставку разместили в Соединительной галерее аэропорта. Именно здесь ее увидит большая часть пассажиров из других городов и стран. Петр Филимонов и Никита Забелин из Читы в Новосибирске проездом. До следующего рейса – пять часов. Скоротать время решили на выставке. Внимание, ребят привлекли картины Рериха. Искусство – это действительно очень приятно не только глазу, но и ему можно порассуждать, почему художник, к примеру, избавляется от некоторых деталей своей картины и делает все более мягче. Но есть действительно о чем размышлять. Еще как просвещение. Я думаю, что все должны знать наследие наших российских, русских или даже художников Российской империи, потому что это наследие, наше наследие, наследие нашей страны. Выставка «Открой мир искусства» в аэропорту Толмачева станет постоянной, но после завершения строительных работ она переедет в новый терминал. Анна Буянова и Дмитрий Кан. Новосибирские новости. Новости.